здравствуйте дорогие друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу напомнить я недавно снял видео о том как живут немцы и там был рассказ одного человека который когда-то давным-давно еще до девяностых уехал в германию и но у него какая-то просвечивалась тоска что ли ну он рассказал что там не так уж и хорошо и возникла дискуссия где же жить лучше и из комментариев очень многие говорят что ну конечно сказать лучше всего жить там потому что там люди богатые и складывается впечатление что у нас а у нас все очень плохо у нас все очень очень плохо потому что у нас нам очень мало дают зарплаты нас отбирают все наши деньги постоянно там как раз наоборот мы когда только приезжаем туда нам сразу все дают значит там сразу дают деньги дают квартиру значит там шикарная медицина и вообще все 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 там очень хорошо но чисто внешне смотрите вот мы проехали по финляндии и чисто внешне да да там очень чистенько аккуратненько шикарные дороги люди живут примерно в одинаковых домах абсолютно все то есть нет такого расслоения что там какие-то огромные дома вот все от сказать дома примерно одинаковые дальше мы едем в швецию и практически ничего не меняется дома точно такие же дальше мы едем норвегию ну так сказать там мы мало норвегии видели чего вот домики тоже в общем то так себе дальше и в германии и во франции все живут люди каких-то одноэтажных максимум двухэтажных домах очень небольших таких вот машины ну конечно у них так кажется все у всех шикарные машины и так далее но а у нас у нас конечно же невозможно построить дом невозможно получить квартиру у нас нам значит впаривают эту ипотеку на которую мы должны работать день и ночь а там все хорошо и там живут люди в прекрасных домах а мы живем в каких-то лачугах в каких-то совершенно ужасных домах которые ну невозможно то есть простой русский человек не может жить в хорошем доме правильно потому что простые русские люди они живут все очень очень плохо да вы не смотрите туда-назад потому что это этого не существует не может русский человек жить в трехэтажном доме понятно конечно это не типичный дом потому что ну далеко не все могут себе позволить простой человек наш русский человек он не может позволить себе купить дом когда вот такой вот да правильно потому что ну мы же все живем очень очень плохо не так ли и мы все ездим на каких-то очень простеньких машинах вот а люди ездят там за границей на шикарных машинах и ну для нас просто искать нереально сделать какой-то такой хороший красивый дом чтобы жить в нем вот давайте просто ну посмотрим внешне сказать так ли это или нет на самом деле потому что огляните пожалуйста кругом как живут люди в россии как за рубежом посмотрите весь за рубеж живет там небольшие однокомнатные там одноэтажные домики какие-то а что у нас у меня за спиной мой сосед чем он лучше меня да ничем собственно говоря это не россия да вы такого не видели то есть я что-то выдумываю вот этого не существует то что вы видите вот дом пожалуйста он нормальный не говорите пожалуйста что в россии это недостижимо посмотрите сколько домов в которых живут такие же люди как и мы с вами я живу в таком доме и не надо говорить о том что это абсолютно нереально недостижимо все возможно на самом деле и вот такой дом в германии это мечта любого немца если кто-то имеет такой дом он считается очень богатым человеком а у нас я не являюсь богатым человеком я живу в таком доме так где же жить лучше скажите друзья мои и если вы скажете что это вот но как-то нереально что это простой человек не может такого сделать что я такой непростой наверно да чем то я отличаюсь от вас может быть у меня родители или еще что то это не так посмотрите что написано у меня в паспорте место рождения деревня Будо хвостовического района Калужской области я вам скажу по секрету этой деревни уже не существует ее практически нереально найти даже на местности остатки от этой деревни потому что ну все там нет ничего ее не существует хвостовический район это сельская местность и я там родился и я там закончил школу и когда я заканчивал школу у меня руки были заточены вот вот так вот они вот были и они не сгибались буквально почему они были такие потому что они были заточены под вилы под лопату под грабли косу то есть сельское хозяйство это мое это кто-то говорит а Юра ты иди-ка поработай вот друзья мои у меня вот руки были это сплошная мозоль понимаете вот они вот так вот они не разгибались и не сгибались далеко потому что здесь были как панцирь мозоли совершенно жуткие и когда я приехал в город обнинск я поступил после школы в институт мифи то у меня очень долго там через два года у меня начали сходить вот эти вот мозоли они прямо сдирались буквально вот с кожей и естественно мне родители мои были небогаты мне никто особенно не помогал и вот этого я достиг сам это мой дом и в начале девяностых я да когда я был студентом мы шесть лет прожили в общаге студенческой ну это понятно и логично потому что ну я приехал из деревни и так далее но потом я еще семь лет прожил в семейных общагах и конечно я страстно хотел квартиру но в то время квартиры не не продавались и не покупались они получались на работе и ну я добился этого но как добился мы строили квартиру сами с участием будущих жильцов был такой вариант вот и когда я записался туда ну как молодой специалист то ну мы должны были работать там и там был клич такой типа кто хочет пройти учебу на стропольщика что такое стропольщик стропольщик это человек который подцепляет груз снизу там на кран и если он неправильно подцепил то этот груз падает на него то есть вот ну я скажу что да я хочу научиться на стропольщика я пошел меня научили на стропольщика я там был стропольщиком я освоил эту как бы ну нехитрую в общем то специальность вот когда мы начинали только строить мы начинали с нуля и мы начинали ну там заливать фундамент когда я освоил специальность там плотник бетончик а когда мы строили и я так сказать не был занят как стропольщик там направляли куда то я всегда старался пойти туда где работали каменщики я терся вокруг каменщиков и пытаться научиться делать кладку потому что я когда то мечтал что вдруг я когда то разбогатею настолько что смогу купить себе машину и построю гараж вы видите результат я это сделал но об этом я расскажу немножечко позже отдельное видео будет о том как я построил дом не влезая в кредиты но сейчас я хочу сказать что не важно где ты родился в любой стране в herd вы можете жить хорошо не можем жить плохо и есть люди которые переезжают в германию например и живут ужасно плохо и есть люди которые родились в германии и живут тоже отвратительно плохо и есть люди которые 彼сь людям в каждой стране есть люди которые живут хорошо или плохо И это не зависит, в общем сказать, сильно от того, в какой стране ты живешь. Зависит от тебя. Поэтому прежде чем говорить, что там хорошо, вот надо туда ехать, потому что хорошо всегда там, где нас нет. Но когда мы там появляемся, то оказывается, что и там плохо. И выясняется, что дело-то не в стране, а в нас с вами. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Это мои мнения. Может быть, я не прав. И, наверное, я не прав, потому что, честно говоря, если бы я уехал в Германию, то, наверное, я бы жил лучше, чем здесь. Еще лучше. Ну, я не еду, потому что меня это устраивает вполне, это нормально. То есть мне здесь комфортно вполне. Как вы считаете, прав я или нет? То есть все на самом деле зависит от человека или от страны. Напишите. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.